Продолжаем цикл рассказов о героях-тихоокеанцах, запечатлённых на опорной стене во Владивостоке в рамках народного проекта, организованного студией монументального искусства «Квадролампа». Сегодняшний наш герой – самый младший из четвёрки, Пётр Ильичёв. И хотя он погиб в том же бою, на той же высоте, что и Николай Вилков, но судьба его подвига сложилась совсем по-другому. Пётр Иванович Ильичёв родился в 1927 году в деревне Пугачёво Омской области. После окончания четырёх классов работал в колхозе. В 14 лет вступил в комсомол. За ударный труд получил почётную грамоту ЦК в ЛКСМ. Отец Петра ушёл на фронт с первым призывом и погиб 20 февраля 1942 года. В конце 1944 года, в возрасте 17 лет, Пётр Ильичёв был призван на службу в Тихоокеанский флот, где окончил школу учебного отряда во Владивостоке и стал рулевым сигнальщиком, радистом. Получив направление на корабль береговой охраны в городе Петропавловск-Камчатский, Пётр Ильичёв стал рулевым на сторожевом катере СК-253 6-го дивизиона. Во время подготовки Курильской операции Пётр Ильичёв вошёл в состав передового отряда десанта по освобождению острова Шумшу от японских захватчиков. 18 августа 1945 года в ходе сражения за высоту 171 Пётр Ильичёв и Николай Вилков совершили героический поступок. Они закрыли своими телами две амбразуры японского дота. Этот подвиг сохранил жизнь многим десантникам и способствовал успеху наступления. Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Александровичу Вилкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако Петру Ильичёву звание Героя Советского Союза присвоено не было. В январе 1977 года проводилось празднование 50-летия со дня рождения Петра Ивановича. Праздник проходил в селе Антоновка, в центральной усадьбе совхоза, носящей имя Ильичёва. Приехали участники Советско-японской войны, военные моряки Тихоокеанского флота. В клубе состоялось торжественное собрание. Среди выступавших был и участник штурма острова Шумшу Алексей Николаевич Додух. Гости посетили Антоновскую школу и школьный музей. В пионерской комнате на видном месте был прикреплён портрет Петра Ильичёва, а около него стоял почётный караул. Делегация встретилась с матерью Петра Ивановича, с Натальей Сергеевной Ильичёвой и записала её рассказ. Конечно, обидно было, что сыну сразу не присвоили это высокое звание Героя Советского Союза. Мне потом подробно рассказали, почему это произошло. Я получала письма от матери Николая Вилкова. Она поддерживала меня. У неё, как и у меня, было одинаковое горе. Это горе и объединяло нас. Ведь наши сыночки погибли в одночасье. Получала письма от Александра Гритченко, который хлопотал о моём сыне, чтобы ему присвоили Героя Советского Союза. Он мне поведал и причину, по которой не было присвоено это высокое звание. Когда мне сообщили о присвоении моему сыну звания Героя Советского Союза, было приятно с одной стороны. И до слёз горестно с другой. Сразу приехали начальники из района и области. Начали спрашивать, какая помощь нужна. Да я их и ни о чём и не просила. Правда, построили мне новую избу, так как старая совсем заваливаться стала. Летом 1961 года открыли памятник сыну около моего дома. Я к этому памятнику долго не могла привыкнуть. Военные моряки-тихоокеанцы пригласили меня приехать на остров Шумшу, где погиб и похоронен Петя. Спасибо матросам. Они меня называли матерью, а я их сыночками. Летела с ними до острова на самолёте. Помню, посмотрю в окно, а под нами только вода и вода. Побывала на могиле сына и вроде бы легче стало. Помолилась. Взяла с могилы горсть земли. Больше уже не придётся навестить Петю. Годы берут своё. Рассказ Натальи Сергеевны и документы пролили свет на историю, из-за которой не было присвоено звание Героя Советского Союза Петру Ильичёву. Оказалось, это простое разгильдяйство. После освобождения острова Шумшу в рапорте указали, что 18 августа 1945 года на острове Шумшу во время штурма высоты 171 советским морякам преградил путь японский ДОТ с двумя амбразурами. Десантный батальон залёг, неся большие потери. Тогда матрос, старшина первой статьи Николай Вилков, своим телом закрыл амбразуру. Однако из второй амбразуры японцы продолжали вести пулемётный огонь. Тогда второй матрос закрыл своим телом вторую огнедышащую амбразуру. Фамилия второго матроса в рапорте указана не была. Так, пошёл рапорт дальше по инстанциям с одной фамилии до самого Верховного Совета СССР, который своим указом присвоил Николаю Александровичу Вилкову звание Героя Советского Союза посмертно. О Петре Ильичёве даже и не вспоминали. И всё же правда восторжествовала. Случайно о подвиге Петра Ильичёва узнал Александр Гритченко, военный корреспондент. Ему потребовалось долгих 13 лет собирать документы и показания свидетелей-очевидцев, чтобы доказать подвиг, совершённый Петром Ильичёвым. Как свидетельствуют документы, Пётр Ильичёв закрыл своим телом амбразуру на глазах своих боевых товарищей. 1 сентября 1958 года за проявленное мужество и героизм Петру Ивановичу Ильичёву указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Памятники героя установлены в Петропавловске-Камчатском и в Макарове, на родине Петра Ивановича, в селе Пугачёво, на площади Славы в Южно-Сахалинске. Именем героя названы улицы в Северокурильске, в Корсакове, в Макарове, в Южно-Сахалинске, в Южно-Курильске, во Владивостоке, в Омске, а также бухта и мыс на Камчатке. На берегу Тихого океана, в бухте Авачинская, Ильичёву воздвигнут обелиск. Ему посвящена повесть и фильм «Ему было 18». Бдительно несут службу моряки большого десантного корабля Пётр Ильичёв. В кубрике стоит аккуратно убранная койка, а над ней – портрет матроса Петра Ильичёва. Родина помнит своих героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова